Доброе утро! Вы смотрите утренний канал на телеканале Катунь24. Мы готовим вкусный завтрак и вас к хорошему дню. Готовимся потихонечку к предстоящему дню всех приобретенных. В помощь нам шеф-кондитер Алена Кудачина. Алена, привет! Что же мы сегодня приготовим? Итак, сегодня мы приготовим очень вкусный бисквит. Я думаю, что это самая классика, которая нравится абсолютно всем. Это красный бархат. Мы его сделаем немного по-иному и сделаем из него розовый бархат. У нас же все-таки День влюбленных, правильно? Red velvet, да, что-то такое. Хорошо? Да. Окей. Итак, нам понадобится масло с сахаром. Масло обязательно должно быть комнатной температуры для того, чтобы оно хорошо вбилось в сахар. И сахар растопился там как-то, ну, разошелся. Да, разошелся. Хорошо. Это все нам знакомо, понятно, бьем. Итак, масло. Вам это температура с сахаром. Мы сегодня готовим бента-тортики. Да. Это вот прям сейчас максимально популярно. Это такие тортики, ну, так скажем, на один укус. Да. На один большой такой, знаете ли, влюбленный укус. Это как кусать. Я и говорю. То есть тортики такие порционные для тебя, для меня, для вас любимых. Вот это вот так и все? Итак, все. Да, мы просто перемешали масло с сахаром. Хорошо. У нас прекрасно вошло в сахар. И берем одну муку. Разбиваем его с маслом. Обязательно все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Хорошо. Иначе у нас масло просто замерзнет, свернется и будет некрасиво. Что-то такое, как ты с нами уже происходил, когда ты берешь вот этот вот, вот, вот такой вот, вот такой вот кусок масла из холодильника. Ты такой думаешь, как в том мультике. И так сойдет. Ты начинаешь перебивать. Оно у тебя, знаешь, за... Что-то тут чур. Да, что-то такое, знаешь, неприятное. Так вот, оно цепляется за венчик и виксера, такое вот так вот прокручивает. Да, да. Ну, просто возьмется, вам сами. В общем-то, девочки, как тетя Лена, не делаем никогда. Сюда мы добавляем кефир. Кефирчик. Ой. В кефире уже у нас есть сода. Чуть-чуть. Хорошо. А сколько там соды у нас постояло уже? Да, не надо-то немного, буквально минутку от силы. Буквально крышечку поюхать, да? Вы поняли, да? Хорошо. Что-то типа такое. Чуть-чуть. Да, хорошо. Можно краситель добавить в кефир непосредственно, а потом уже добавить в тесто. Мы будем делать в тесто. Потому как мы уже добавляем розовый краситель. Потому что у нас шеф-кондитер, потому что у нас накид. Лучше консолировать уже потом. Так, пока все более чем понятно и просто. На самом деле, бисквит один из самых, наверное, любимейших. Это как, сортов, видов теста, да, для выпечки, да. Но есть варианты, когда мы в бисквит кладем в момент завешивания много растительного масла, и он получается за счет этого масла супер влажным, таким супер податливым. У нас за счет чего он будет мягеньким? За счет ряженки? За счет масла и кефира. И кефира, и кефира. Да, то есть масло придаст нам такой сливочный вкусный аромат. Хорошо. У бисквита, а кефир именно мясо. В нашем случае сливочное масло, а кефир. Тесто, в смысле мука? Здесь мы подготовили уже муку и разрыхлитель. Там внутри, хорошо. Обязательно муку надо пропечь. Просеять. Жидкое с жидким мы смешали, сухое с сухим. Да, чтобы она напиталась кислородом, этими воздухом. Клейковина у нас разошлась и все такое. Где-то мы такое слышали, читали, повторяли. Все работает. В общем, не ленимся. Муку просеиваем. Итак, сюда добавляем краситель. Еще что-то добавляем. А, краситель. Зубная паста у нас сегодня. Да, колгейт. Да. Сколько нужно капнуть? Но красный бархат, да? Да, особенно в красном бархате это... Это считается много. Ну, мы сейчас будем регулировать цвет. Мы же договорились делать что-то новенькое, поэтому мы будем думать. Обязательно нужно помнить о том, что когда мы добавляем краситель, он должен быть чуть-чуть поярче. То есть тесто должно быть чуть-чуть поярче. Да, знаем, знаем, понимаем. Потому как выгорает духовное. И еще вот момент, когда мы все с ним встречались, не сколько с красителями, сколько с выпечкой каких-нибудь шоколадных печеньев, шоколадного бисквита. Вот ты туда бахнул какавы. Вроде бы достаточно. Или перянички имбирные тоже вот часто. Это ошибка, так скажем, если мы встречаемся с этими сложностями. А потом на выходе они не такие зажаристые, не такие коричневые, как нам бы хотелось. Что это значит? То, что количество красителя, будь то это какао, либо что-то такое пищевое, нужно положить чуть-чуть побольше, чем того, как бы требует глаз, когда мы замешиваем. Потому что, опять же, красители могут быть разные, производители разные. И каждый из них вмешивается по-разному, выгорает по-разному. И вы там смотрите, ориентируйтесь на свой краситель. Все будет хорошо. Все, в принципе, у нас есть все готовы, мы его отправляем на противень. И тут не надо ничего выдумать. Взял противень, взял пергаментную бумажку. В принципе, если есть разъемное кольцо или кондитерское кольцо. Ну, конечно, целых два. Вот у меня в шуне, куда ни глянь на кухне, везде разъемные кольца. Нет, конечно же. Все, можно вот так вот разровнять и испечь. Разравниваем. Еще, еще один важный нюанс. Если кто давно, может быть, не занимался выпечкой, как я, например. Только какие-нибудь горячие бутерброды в микроволновке крутил. Но это не выпечка, мы понимаем. Духовку ставим нагреваться заранее. Заранее, да. 180 градусов. Мы включили с конвекцией для того, чтобы уже в самую пылу, в жар поставить наше тесто. Это важно. И важно смотреть за своей духовкой. Например, у кого-то она печет хорошо, быстро, у кого-то медленно. Поэтому по времени тут сориентировать невозможно. Но приблизительно вот этот кольчик мы будем выпекать 20-25 минут. Хорошо. Но этого будет вполне достаточно. Я к чему про духовку? Есть же шуточка. Так вот так, сейчас поставлю что-нибудь запекаться и пойду заниматься своими делами. Оставшееся время ты смотришь в окно духовки, как в телевизоре. Еще разочек. 20-25 минут при температуре 180 градусов. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях кондиция. Роленок удачно. И мы собираем бента тортики. На один укус любимого человека. Вот такой вот укус. Мы продолжаем. У нас тут немножечко добавились новые ингредиенты, новые персонажи. Такие яркие. Наша заготовочка. Да, наша заготовочка. Ну, здесь она уже красная. Да, красная, прекрасная. Ну, пусть будет красная. Итак, для крема нам понадобится шоколад. Мы можем использовать любой шоколад. Как кондитерский, который можно приобрести в магазинах для кондитеров. Либо обычный магазинский шоколад, либо там воздушный какой-нибудь шоколад, он тоже пойдет. Здесь вы оба подтопили на водяной бане, получается? Тут все гораздо проще. Засыпаем шоколад, заливаем его горячими сливками. Поняли, все это понятно. Тут шоколадка, горячие сливки. Глазером проходим вся внутри. Как сейчас модно говорится, издаем эмузии. Эмузия. Эмузия, почему она у нас в заготовке-то сегодня? Потому что вы будете пять часов выдержать в холодильнике, не меньше. Если куда-то торопитесь, если нужно, вот прям срочно, вот надо мне торт, поставили в морозилку, часа полтора, взбиваем уже готовый остывший шоколад со сливками, и у нас уже получится нормальный стабильный крем. Нам главное, чтобы его стабилизировать. Шоколад с горячими сливками, эмузия, пять часов отстаиваем, получаем вот такую вот консистенцию. Чего делаем дальше? Так же, у нас здесь приготовлен маскарфон, его достаем из холодильника за 30 минут. Да. И сейчас делаем следующее. Обязательно пленкой в контакте. Иначе заветрится. Да, наш шоколад и пенчики. Держите. Скальпель, сожжем. Что еще важно? Вот наша заготовочка, которая у нас только чуть-чуть поярче. Мы подстраховались, так скажем, да, и приготовили еще один. Висит все те же инведиенты, все тоже сливочное масло, все тоже, тот же кефир. Вот, чтобы ты понимала, видишь, какое оно плотное, твердое. О, там оно, какое-то шоколадное. Такое красное. Да, быстро взобьется и будет красиво и вкусно. Итак, получившийся шоколад перекладываем к маскарфоне. Ай, взбитый. Красота-то какаа. По калорийности мы получим. Ваниль, сливки, бельбинский шоколад и сыр маскарфона. По поводу ванили, хотелось бы тоже сказать, что можно дезодорировать как угодно. Можно сделать из молочного шоколада этот крем и добавить орехи уже. Получится у вас шоколадно-ореховый торт. Можно сделать как пререрошет, как сникерс. В общем, крем очень универсальный и подойдет, я думаю, к любому крему, к любому торту. Мне все нравится. Так, вот еще одна такая секретная информация. Какая? Что-то лопаточка, а вот и надо подругой. Главное не перевзбить. Потому что это маскарфоне, потому что там сливки еще вместе с шоколадом, помним, да? Во-первых, маскарфоне. Во-вторых, если холодный шоколад перевзбить, он может накрошиться. Все, мы все взбили, крем у нас готов, пышный, красивый. Будем дальше украшать. Итак, готовый крем мы перекладываем в кондитерский мешок. Я подготовила уже такую насадочку. Кругленькую можно, в принципе, просто отрезать носик здесь у мешочка. И все, теперь, Даша, берем наши подготовленные бисквиты. Это еще не все. Что же еще не все? Даша, берем подложку. Вот эту. Давайте, ты будешь рубить. Вот сюда кладем? Да. Чуть-чуть. А, секреты пошли. Это у нас немножечко клея, так скажем. Клеевого. Чтобы приклеились наши вот эти вот наши коржики. Дальше. Так, все. Поехали. Тут тоже ничего такого сверхъестественного нет. Вот эти самые полукруглости-то как-то так надо там извернуться. Ну, мы сейчас придадим. Поскольку у нас, опять же, форма немного не подошла к нашей заготовке. Это же можно пока уже поедать, уничтожать. Все, и те неровности, которые нам не нужны. Ну, я так вот отскрепываю. Убираем. Все, получается. Вкуснятина. Ровное, красивое сердечко. Уверена, что у меня так же получится когда-нибудь. В будущей жизни. Когда я стану кошкой. Главная практика. Все. Чего дальше? Клеиваем нашу заготовочку. Дорезаем. Да, чтобы поглубже у нас такая была. Попка такая. Да, у нас же сердце, и нам должно быть все похоже. Так. И что мы делаем дальше? Почищаем такие вот ненужные нам штучки. И выкладываем наш крем на кожу. А, нет, стоп. Нет? А что? Берем молочко. Пропиточка. Пропиточка. Да, без пропиточки. Самый просто мастер пропитки и чемпион мира по пропитке, у кого черный пояс, это новинка. Как вспомним, новинку из магазинов. Ох ты боги, ты берешь. Она настолько влажная, такая вкусная. Поэтому да, без пропитки никуда. Пропитали наш бисквит. Молочко. Просто молочко. И все, там нет ни сахара, ничего. Нет. Можно сделать послайше. Можно просто вскипятить молоко. Можно и молоко впринуть с сахаром. Хорошо. Можно сделать воду с сахаром. Вот подаст с сахаром, да, с сиропчик знакомый. Знакомый, да. Тут все на вкус. А может и молочко нам подойти. И начинаем выкладывать. Капельки. Капельками. Очень часто сейчас можно встретить, вот пойдут к 8 марта открытки коржики в виде восьмерочки. Очень часто я вижу, поэтому так вот, уже насмотренность такая. Когда выкладываются по контуру самой восьмерочки вот такие вот кремовые капельки. Там медовички. Возможно. Но принцип примерно такой. Все, собрали один корж. Вырезаем второй. Вырезаем второй. А чего дальше здесь? Ну, как ты думаешь, что нам? Ягод. Конечно. Веток каких-то вот этих вот ароматных, мимозы или что? Выбираем самую красивую ягодку. Вот эта неплохая. Лукошка. Лукошка. Да. И вот возьмем вот эту. Давай. Можно разрезать ее напополам, можно на четвертинки. Тут уже зависит от того, сколько вы хотите положить клубники. Как она должна выглядеть, тут уже на фантазии. Ну, сделаем так и так. И начинаем ее красиво пристраивать. Да не надо даже никаких этих букетов покупать. Дум такого навертеть. И сказать, вот я, я молодец. А если еще мальчишки там вдруг, не дай бог, сделают решаться на подвиг такой. Сумма можно сказать. Это будет просто 10 из 10. И еще предлагаю добавить в веточки фисташки. Точно, фисташка. Можно использовать розмарин. Хорошо. Тут опять на вкус цвет. Розмарин как-то будет познакомее, так скажем. А фисташку придется, да, все-таки за букетом идти. Да, розмарин, он дает такой не очень приятный запах. Ну да, для кондитерки в смысле. Как бы тут уже... А вот за фисташечкой, чтобы ветку фисташки утащить, все-таки придется мальчике, девочке, мальчике идти до цветочного, требовать букет. И к нему приятным бонусом ветку фисташки. Вот к такому вот просто невероятному подарку. У нас, кстати, испекся еще один коржик. Мы же сегодня два тортика собираем, да? Первый называется готов? Да. Это готово? У нас все готово. Идем за вторым. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях кондитер Аленок Удачно. Мы собираем бента тортики. Первый готов, собираем второй. Итак, здесь у нас все более классическое. Мы подготовили уже нашу подложечку. Подложечку. Это обычная пергаментная бумажка. Да, бумажка пергаментная. Так, клеим также. Это наша штукатурочка. Да, ну это просто обычный. Окей. Все, подклеили нашу основу, также пропитали. Здесь мы ничего не вырезаем. Если в первом варианте мы вырезали по нашей заготовочке, по лекалу сердечка, то здесь все более чем просто. Вот такой кругляшок мы можем либо вырезать уже из готового бисквита кольцом формовочным, либо испечь в кольце. И это будет куда-то проще. В золотом кольце, да. Отлично. Еще такой важный, я бы так сказала, момент, что разрезать лучше специальным ножом, ну как, для хлеба, который вот зубчиками. Зубчиками есть у нас вот такой, по-моему, да. Вообще отличный вариант. Итак, опять же берем наш готовый крем, прославиваем тортик. А, здесь у нас не капельками? Не капельками. Не капельками, ничего подобного. Даже у нас все уже идет типа классика. Да. Помним, да, наверняка, кто, наверное, раз в жизни-то точно пробовали красный бархат или вот такую сырную прослойку с бисквитом, понимаем, да, что между кусочком бисквита у нас вот много-много сырного крема. Да. Вкусного, нежнейшего такого, ну просто пальчики оближешь, язык проглочишь. Ну тут еще есть такой нюанс, что иногда люди даже жалуются, что, блин, как-то много крема. Есть такие? Есть такие, да. Это что ж такое-то? Сочаются такие. Ладно. Мы про... как будто бы этого мы не слышали. Еще один слой у нас пропиточки. Мы пропитали еще один слой. Волшебно. И чего дальше? Дальше мы просто, в принципе, можем оставить и так. Нет, нам так не пойдет. Да, нам не пойдет, поэтому мы его просто обмазываем со всех сторон. То есть это будет закрытый у нас тортик? Да, это будет закрытый тортик. Прямо наглядное пособие для начинающих кондитеров. Чего дальше? Все, у нас, в принципе, готовый тортик. Мы его переносим в нашу коробочку. Как все зашло-то хорошо. Нормально. Есть. Чего дальше? Дальше мы берем наш окрашенный крем, отрезаем малюсенький кончик. Тут мы можем регулировать, смотря какая нужна надпись. А чего мы пишем? Люблю? Давай, люблю. Давай. И пишем приблизительно. Я с пропорциями не дружу. Ах, да какие вензеля! Класс! Моя самая любимая часть программы. Дегустация. У нас все готово. Чаек готов. Я хочу вот эту вот штуку, потому что, мне кажется, вот здесь больше крема. Моего любимого, сырного. Ням-ням. Самое классное во всем этом, что можно не дожидаться ничего не резать, а вот так убирать и... И все уничтожать. Да? Угу. 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 Как и все кондитеры на диете, да, я так понимаю? Ммм, естественно. Ммм, естественно. Это обалденно. Это нежно еще из-за того, что мы пропитали молочком. Да. Ну, правда ведь, короче, чем крем-чиз? Офигенно. Просто. Просто дайте еще одну ложку. Не останавливайся. Ничем себе не отказывай. Говорили, да, банта тортика на один укус. Ну вот, теперь мы понимаем, да? Ну, какой. Мы с тобой сегодня все утро просыпались, ободрились, сердца с тобой уготовили. Желаем нам всем тем, кто с тобой просыпался, на день ведущего. Докамеры чего-нибудь хорошего. Я желаю вам успеха на вашей кухне, удачи и, конечно же, любви. Да, корейское сердечко. Угу. Корейское сердечко будем отсылать сегодня всем тем. Вот так, вот так? Да! Таких малюток всем тем, кто сегодня с вами просыпался и забирал просто обалденные рецепты в свою домашнюю кулинарную копилку. Ну, а на сегодня все. Всем желаем хорошего дня, приятного аппетита. Пока-пока. Всего хорошего. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!